Ребята, всем здравствуйте! С вами Пасечник Алексей, решил теперь вот так вот начинать ролики, когда мы снимаем в 7 утра, чтобы не было вопросов, почему такое ощущение, что я с бодуна. Ребята, не выпиваем, мы приезжаем, чтобы снимать для вас рецепты. Расслабьтесь, сконцентрируйтесь на рецепте, хватит смотреть на мою физиономию, без того толстую и неприятную. Тут самая главная фишка вот здесь будет происходить. А что сегодня будет? Я не знаю, как вы, я очень люблю макаронные изделия, макарохи это вообще прям топчанский, я очень люблю с фаршем их, это так называемые макароны по-флотски. Сегодня хотелось бы вас немного удивить, а может быть нет, кто-то может быть видел уже такой рецепт. Я хочу сделать макароны с тушенкой, да, ну то что такое тушенка? Это тушеное мясо, просто в чем мы будем это все делать? Это в пакете для запекания с интересными специями процедура, это достаточно длинная, но результат вас стопудово порадует. По мясу я сегодня буду, я задействую свиную шею, вы можете, ой, свиную шею, говяжью шею вы можете сделать из свинины, это абсолютно получается тоже очень вкусно, просто с говядиной так немножко посытнее, и мне говядина, вернее тушенка из говядины нравится гораздо больше. Давайте приступим к приготовлению. По нарезке говяжьей шеи делаем куски как на шашлык, где-то вот размером вот таким вот, не надо слишком мельчить, потому что это будет тушиться, чтобы вы сразу понимали, почти три с половиной часа, потом это все будет распадаться на волокна, вот это прям то, что нам надо, если мелко сделать, но она совсем будет никакая. Также понадобится четыре зубчика чеснока, нарезать их не надо, просто придавливаем, таким образом чеснок сейчас сможет спокойно отдавать свой сок, и закидываем к мясу, это все будет тушиться вместе вот с этим замечательным чесноком. Что дальше? Дальше понадобится луковица, как вы ее нарежете абсолютно фиолетово, главное, чтобы вы умели красиво нарезать, так как это делаю я полукольцами. Лук отправляем к мясу и пройдемся по специям, ведь тушенку, которую мы с вами покупаем в магазинах, там нету кориандра, мне хочется, чтобы молотый кориандр, пол столовой ложки. Дальше добавляем специю, которая называется чабер, очень прям отличнейшая специя, я вообще подсел на нее, также добавляем пол столовой ложки. Дальше у нас идет свежемолотый перец, но, нет, не свежемолотый, я что-то вру вам, ребят, добавляем его вот таким образом, главное, чтобы был тоже душистый. Отправляем такое количество, после этого идет соевый соус, порядка где-то 100 миллилитров, его должно быть много. Этот ингредиент там абсолютно по вкусу, я просто хочу немножко сделать поострее эту версию, вы можете просто его не добавлять, это табаско, острый соус, буквально пару капель, вот так вот. После чего все это нужно тщательно между собой перемешать, видите, пока эта схема очень напоминает нам маринование шашлыка. Пакет для запекания, вот он, осталось все сюда положить, естественно, все мясо вместе с луком, так вот аккуратно все раскладываем. В пакет кладем порядка 90-100 грамм сливочного масла, лучше возьмите хорошее, от этого зависит качество. Так, смотрите, тимьян, здесь буквально небольшой пучок, лучше добавить свежий, если нет возможности, добавьте, значит, сушеного. И два лавровых листа также идут сюда, ничего не перемешивайте, все это будет работать хорошо. Что мы делаем? Запечатываем, по классике здесь есть такие зажимы, ой, сейчас, секундочку, в общем, ставим его. В рукаве для запекания лучше всего сделать надрез, чтобы он не бабахнул, когда процесс приготовления будет происходить в духовке. По температурному режиму 140 градусов и на 3-3,5 часа мы про эту красотищу все забываем. Сразу хотелось бы сказать, что рецепт этот я позаимствовал у Ильи Лазерсона, отличный вообще мужик. Единственное, я под себя немного подвел, мне очень понравилось. Я первый раз готовил со свинины, это было невероятно вкусно. Сегодня больше такой эксперимент, хотел попробовать с говядиной, думаю, с говядиной получится тоже отлично. Встречаемся где-то через 3 часа, останется только, единственное, отварить макарохи и все. 3,5 часа прошли, осталось теперь все это достать. Какие здесь сейчас запахи! Атаха не даст мне соврать. Нам надо все это достать, в какую-нибудь мясаньку положить, вместе с соком. Посмотрите, вот это пахнет еще в разы круче. Веточки тимьяна я убрал, также лавровый лист убираем. Короче, смотрите, вот я привел все в такое состояние, то есть мы вот так вот ее раздербаниваем, чтобы удобно было. Просто посмотрите, вы просто посмотрите, какое оно. Оно сверху немножко подсушилось, да, потому что все-таки не полностью было там в жидкости, но это не страшно. Господи, как это пахнет аппетитно! В общем, что сейчас будет происходить? Отвариваются макарохи, на представление блюда все замиксуем и в конце расскажу, как это все хранить. Давайте для начала сейчас все с вами попробуем, потом расскажу. Блин, ребят, ну правда, я из говядины еще не пробовал, но говядину отдельно я, естественно, уже попробовал, потому что это крайне любопытно было, но пахнет в разы лучше, чем свинина. Не знаю уж, от чего это зависит, давайте попробуем. Начнем с того, что хрен ты где такую тушенку купишь в магазине, поэтому остается единственный вариант готовить это самому. Вы понимаете, из какого мяса вы это делаете. Ребят, сегодня показал набор специй, которые я использовал и для свинины, получается, и свинина очень круто получилась. То есть говядина мне, конечно, понравилась больше, потому что я, в принципе, к говядине отношусь более хорошо, скажем так. По порциям осталась еще вот такая вот целая банка. В холодильнике это все спокойно лежит где-то 4-5 дней. То есть вы, например, отварили нужное количество макарон, взяли тушеночки, можно ее прогреть, можно на горячие макароны положить, перемешать, будет тоже обалденно. По соли смотрите сами. Для меня это идеальное соотношение. Даже перец попадается горошком, и он очень вкусный. И лук, лук. Вы знаете, я вспоминаю детство, сколько я ненавидел лук, я его выкидывал. Вот за этот лук можно просто душу отдать, серьезно говорю. Обязательно готовьте, пишите ваши комментарии, если приготовили, понравилось, нет, может быть, что-то вы еще добавили от себя. Такой метод считаю очень крутым. У меня был уже рецепт тушенки, там мы это делали в банках. Это гораздо удобнее, гораздо, скажем так, ну не то чтобы быстрее, хотя можно сказать и быстрее, оно тушится все в собственном соку, поймите. Ну не тушится, а вот именно приходит к такому вот состоянию. Сливочное масло обязательно добавляйте хорошее, потому что, да, получится немножко сливочный привкус. За такую тематику ставим пальцы вверх, за макаронную. Вот эта тема подойдет и к картофелю, абсолютно в легкую, под что-нибудь крепенькое, так вообще не пропагандируя алкоголь, просто к слову сказал. С вами был, как всегда, Алексей Грельков, подписка на основной канал, ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч, пока.